Мы пришли с Алексом на инфосессию по поводу медицинской школы, смотрите какой вид из окна открывается, здесь вот предоставлены напитки, университет, который в Гранаде находится, потом расскажу более подробно, но после работы решили прийти, и тут вот закуски всякие разные есть. Я наверное просто пару cookies возьму и всякое такое. Вид из окна, конечно, обалденный, это в отеле проводится. Всем привет, снимаю на телефон, мы вышли в центре, были в отеле, здесь была сессия, которая была связана с медицинской школой в Гранаде, небольшая страна, я туда хочу подойти, там красиво очень сбоку, коли мы уже тут припарковались, я уже сниму город. Значит, для того, чтобы выучиться в этой школе, вам приблизительно нужно будет полмиллиона долларов, да, где-то полмиллиона долларов для того, чтобы получить, извините, дрожит все медицинское образование. 400 тысяч американских долларов. Вот, ну мы посмотрим. В общем, было очень много хорошей информации, если хотите, вы можете сами прийти на эту сессию и посмотреть, или вас устроит St. George, как он называется в университете, давай я покажу. Вот, они проводят в Эдмонтоне онлайн-сессии есть, и информационные сессии, посмотрите, вам будет интересно, может быть, узнать, кто хочет учиться. Сейчас, Аллаш, подожди. Вот, кто хочет, может быть, учиться. А вон, это ривербоут, кстати, вот это вот, которая там, сейчас вот, видите, там, она недавно застряла у нас. Здесь очень много воды, дождей выпало, я читала, и они там ужины устраивают, там, веселуху всякую разную. Это ривербоут не смогла против течения плыть, и они эвакуировали людей до двух часов утра. Восстатый боут. Anyways, если вам будет интересно получить информационную сессию по поводу медицинской школы, можете всегда либо вживую прийти, либо, вот, опять-таки, попасть к ним на инфосессию на онлайн. Пожалуйста, вот, смотрите, там, мотарца-консерватория, вон там есть, такие вот треугольнички торчат. Просто вид очень красивый, мы были вот в этом отеле, Courtyard, Marriott. Да, и вот так вот выглядит Даунтаун, я вам покажу сейчас здесь. Где? Мотард видно, да. И вот Canada Place, мы, кстати, недалеко находимся. Я, типа, к себе даже на работу приехала, как будто бы. Все, Леша, записаемся деньгами, 500 тысяч долларов. И школа твоя. Нет. Блин! Да что же там было так? Вот так вот заикаться можно начать. Все, мы поехали домой. Включу видео, давайте с вами вместе поедем домой. Ну, в Канаде, конечно, в Санкт-Петербурге. Школа дешевле чем... Ну, конечно, дешевле. В Америке, в Ливеностан. Ну, да. Оно будет дешевле и лучше, конечно, здесь попытаться поступить. Мы просто решили с Алексеем сходить узнать опции и варианты того, если, допустим, ты поступаешь за рубежом, во что это тебе обходится, в каких странах есть медицинские школы. Причем узнала я об этой сессии совершенно случайно. Я вчера смотрела на Инстаграм. Инстаграм зашла, и мне выскочила вот эта инфосессия. Я говорю, давай сходим. Просто так. Мы вечером зарегистрировались, и сегодня поехали. Как бы это быстро все произошло. Поэтому, если вам интересно, сходите, посмотрите, покрутите. Я знаю, что он интересно со мной по улицам ездит, поэтому поехали по улицам. Так, поехали по Джасперу, наверное. Вот, так что вот такая вот ситуация. Ну, конечно, дорого, школа, но ничего страшного. Можно попытаться поступить все равно. В эту школу можно поступать без МКАД даже. То есть это 7 лет, да, надо там учиться, да, Леша? Это не только из high school. Там у них есть программа на 5 лет. Это как если ты имеешь 2 года где-то университета с science или chemistry, как курсы, это 5 лет. 6 лет это как если ты что-то наподобие science или chemistry имеешь, как 1 год. А 7 лет это как directly out of high school, как говорили. А, сразу из high school 7 лет. То есть, ну, вот эти 7 лет они обходятся в полмиллиона, да? Нет, полмиллиона это только medical degree. А, только медицинская школа? То есть, если ты учишься 7 лет, то ты смотришь приблизительно на сколько, на 1700, наверное. 400 тысяч это living costs и tuition за 4 года. Medical school это 400 тысяч американских долларов. И за каждый год pre-med. При медицинской школе еще 35 тысяч долларов. 35 тысяч за год. То есть ты смотришь приблизительно на... Если ты directly out of high school, то ты смотришь, сколько будет, 70, 505 тысяч. А куда я еду? 505 тысяч. Ничего себе. Слушай, мы, Пашка, кажется, что мы в тупик заехали. Сейчас я развернусь. Да, это колдосак. Колдосак. Это мы возле Канаде Плейс тут блуждаем тихо. Сейчас мы в какой-то этот заехали. Что за здание маленькой степени? Я не знаю. Думаю, что мы заблудились. Это тут театр. Сейчас я развернусь отсюда и поеду. По часу переменю. О, какая я. Пушатка так звучит, да? Ага. Уже ты куда едешь? Туда, да? Можем поворачивать, я думаю. Ну, вот как-то так, ребята. Вот я вам так сейчас развернусь, и вы дома видели и все видели. Ну, да. Цена солидная, но ничего не поделаешь. Это медицинская школа. Это, да. Это кажется, она как и по Америке обычно. Кажется, она как и по Америке. Пол миллиона, да. Если ты поступаешь в США, или ты поступаешь в эту Гранаду. Гренада или Гранада она будет по-русски? По-русски? Гренада, по-моему, по-русски произносится. Ну, у нас Гранада называется, да? Гранада. Вот. По-русски, по-моему, Гренада будет. Страна. Кому интересно, посмотрите, в Карибиан. В Карибском этом находится. Море. Да, море, остров. Вот. Ну, в общем, в любом случае, куда бы ты ни поступал. Ну, в Канаде, ну, конечно, дешевле, да, получается, наверное, tuition, если ты поступаешь в канадскую школу. Поэтому мы посмотрим. Будем сначала... Да, у нас это больше льгот, да. Да, и больше льгот. У нас... И еще есть одно, Леша. Ты расскажи, да, что тяжело пробиться потом интернациональным студентам, что ты это понял лучше. Расскажи это. Что в тонкости обучения за рубежом студентов. Ну, и когда ты приезжаешь сюда, просто обратно... Ну, если ты как сделал свою residency... Тебя просто ставят residency куда-то, да. Residency — это когда ты уже работаешь практику, да, какую-то, как врач. Ты только работаешь, ты зарабатываешь деньги, ну, не настолько, как настоящий доктор. Просто still practicing. Ты зарабатываешь сколько там, 20 долларов в час или something. Ну, да. Like that, да. Ну, немного. Ну, residency, они дают... Если ты пойдешь в этот университет, они дают его интернациональным студентам. Ты считаешься интернациональным студентом. Ага. При этом, если ты идешь в Америку, или в Канаду, или в Британию, то у них есть specific spots for international students. У них есть как места такие для интернациональных студентов, да, специальные. Ага. Потому что большинство... Majority of spots are going to be for their own students, like for nationals, right? А, то есть они большинство spots... Спотс — это место. Они делают все-таки для своих студентов, которые заканчивают школу, вместо того, чтобы принимать интернациональных, правильно? Да. Поэтому, я так понял, получать residency в Канаде — это более тяжело, потому что University of Alberta может иметь, как я не знаю, сколько там, 30-40 мест для своих студентов. Для своих врачей, да. Да, для своих они будут иметь как два или три для интернациональных. Ну, ясно. То есть вернуться в Канаду — это создается... Как бы ты можешь и получ... Может быть, ты и будешь врачом, но у тебя больше шансов устроиться там в той же самой Англии, да, я так поняла, или там еще где-то, или в Америке даже, да. То есть чем в Канаду обратно вернуться, то есть это будет проблематично, потому что, можно сказать, годами биться, чтобы тебе дали это место как интернациональному студенту и тому, кто интернационально заканчивал школу, чтобы попасть обратно в Канаду. Ну, и в Канаде потом достаточно высокие требования еще к интернациональным студентам. Ты должен опять по-новой сдавать все свои экзамены, да? Да, да, как Royal Board Exams, или как они называются? Королевский Board Exams, да, какие-то там... Сейчас Алеша назовет. Royal College Exams. Royal College Exams нужно сдавать? Да, да, и потом ты получаешь какую-то certification from College of Family Physicians of Canada. Это если ты Family Physician, обыкновенный дух. Интересно. В общем, да, это круто. В общем, да. Ну, нужно думать. В общем, в любом случае, я отношусь к такому типу людей, что всегда нужно собирать информацию. Это как бы... Это Гранада, это как на крайний случай, Саня. Да, на самый крайний случай это Гранада. Я поговорю еще с этой... У нас на работе у Анжелы дочка тоже пытается попасть в медицинскую школу, но в отличие вот от Алексея, то, что он уже пошел в медицинскую школу... Фу, блин. Медицин, он уже работает в медицине. И просто она работает учителем. И она пытается попасть как бы в медицинскую школу. Мне кажется, что как-то одно с другим не очень сильно как-то сочетается. И поэтому вот она проблему как бы имеет, чтобы попасть. И она Алешина ровесница девочка. И тоже очень умная такая. Вот. Но, по-моему, я не знаю, ли она заканчивала интернациональный бакалаврат. Я не знаю в этом плане, чем могу сказать. Но, в общем, в любом случае, да. Такая вот ситуация у нас с медицинской школы. Мы просто начинаем собирать информацию. Но я считаю, что они дали много полезной информации сегодня тоже. Поэтому, кому интересно, можно на онлайн, как Алексей уже сказал. Или можно пойти на инфосессию. Вот как мы сегодня сходили. Заняла приблизительно 2 часа эта инфосессия. И они должны были предоставить нам бесплатный паркинг. Но мы приехали, мы не получили эту имейл. Мы заплатили за наш паркинг. Сколько он стоил? Там 20 долларов. 16 долларов. 16 долларов. Парковка в центре вечером. Но, в любом случае, я считаю, что информация была предоставлена хорошая, интересная. Тут такое дело, кого интересует медицинская школа. Может пойти. Санька. Шарики. Он лаял на них тут стоял. Ой. Шарики. Да, Санечка? Шарики. Шарики. Так. Разборки пошли. А что у тебя там упаковано называется, да? И что? Сань, куда ты ее тащишь? А подожди у него во рту. Да подожди ты. У тебя морда вон запуталась во всем этом. Аккуратно. Эх, с шарами. Один отгрыз. Один отгрыз, да? Вон, Саня, смотри, шарики улетают. Вон, уже второй поднялся. Нет, кульки пришли. Сань, смотри. Смотри, видишь? Смотри. Видишь? Летает, летает. Шарики под потолком. Плюнь, плюнь. Ну, смотри, он у тебя во рту. Вон, есть у тебя, вон, висит. Не надо тебе так кушать, да? Смотрите, ребята, какой у нас трак ездит по городу. Весь в аватаре. Красиво выглядит, да? Кто живет на Вест-Энде, наверное, видит его больше. Остановился прям рядом с нами. Красивый трак. Всем привет. Мама сумку отбирает. Покажу, хочу вам показать любимые носки. С момента, когда я приехала, я этим носкам не изменяла на протяжении 18 лет. Вот такие вот в Walmart продаются. Fruit of the Loom делает 6 пар. И у них вот такие вот, как он называется, вот этот. Ниски белые, черные. У меня вредная привычка ходить по дому только в носках. И почему только в белых? Только в белых. Представляете, я купила все черные, но настроение, они мне так не поднимают, как белые. И вот эти носки я просто обожаю. Постоянно их ношу дома. Так что, кому интересно, они просто не давят ногу, очень удобные. 11 долларов стоят 6 пар. Вот, купила себе. Маме штанишки нашли. Здесь, кстати, неплохие. Здесь в Walmart бывают неплохие вещи, кстати. Вот. Так что, куда мы идем? А куда, о чем вообще сюда приехали? Мы не с этим приехали. Краска, да. Ребята здесь в Walmart привезли целую кучу корейских, японских шампуней. Очень классно пахнут. Вот эти вот, особенно внизу вот эти. Они имеют в себе парфюм. Мы уже покупали такие с парфюмом. Парфюм это как, ну, запах имеет, да? Как духи. И вы реально, когда пользуетесь этим кондиционером, волосы пахнут просто обалденно. Корейского производства, кстати, из шампуни стоит 8 долларов шампунь и 8 долларов кондиционер. И здесь даже что-то от Шесейда, видите, есть. Как такая вода, которая вы брызгаете на волосы. Но я пока на этом языке прочитать ничего не могу. Ребята, мне так захотелось снова маленькой остаться. Тут такие постельки продаются, смотрите. Такая прелесть. Вот это все блестит. Представляете, девчонкам как здорово вообще. Хочу такое. Что-то я в детстве начала впадать. А вот это, смотрите. Вон. Боже, смотрите, какие постельки на девчонок. Блин. Я маме говорю, что мне так хочется быть опять маленькой. Так, жить в доме у родителей ни о чем не заботиться. Иметь классные вещи, классных подружек. Вот такие покупать подушки, на которых написано не беспокоить. Что-то меня в детство подтянуло. Хочется такого, знаете. Вот смотрите, всякие разные тут есть одеяло в виде акул. Блин, блинский. Что-то из магазина, мама говорит, снимай. Смотрите, какое небо. Такой ролик, видите, как на этом. Мама, фу, зачем ты мне показала? Я теперь боюсь. А он такой классный. Классный, а он страшный. Здесь небо красивое бывает, страшное. Да какой дурнадо, мама, о чем ты говоришь. Вот, видите, просто очень красиво смотрится. Из-за магазина не видно. Может, сейчас выйдем, я вам сниму. Мама мне говорит, снимай тучу, снимай тучу. Видно вам? Класс. Мы когда начали выезжать, мама говорит, давай объедем. Сейчас мы объедем Walmart, и я вам сниму ее. Вот, смотрите, какая туча загибистая. Мы мимо Walmart едем. Сейчас, мама, снимай, снимай. Она классно смотрится с той стороны, где вот мы сбоку. Она там ездит. Здесь такие небеса, в Альберте бывают, просто неимоверные. Такую красоту природа устраивает. Ну, иногда страшную красоту. У нас сегодня предупреждение о severe thunderstorms. То есть, это очень сильные грозы. Thunderstorm – это гроза, severe – это очень сильная. Поэтому вот такие тучи у нас. И причем на улице я бы не сказала, что жарко. 16 градусов тепла, представляете? У нас лето прохладное вообще. Не самое лучшее. Откуда берешься? Откуда вот эта вот, аккумулируется вот эта вот сила природы. Вот эта вот такая. Вот, видите, я сейчас выезжаю, сейчас я сюда выйду. А вот здесь должна быть. И причем недавно только пробежала гроза, шел дождь. Было небо более-менее такое нормальное, чистое. Откуда прибежала? У нас, в принципе, сегодня еще обещают вот эти severe thunderstorms, да? И это я таким задним аллеем еду. И завтра, а вот в воскресенье, понедельник и вторник будет жутчайшая жара, до 26-30 градусов жары. И потом опять пойдут эти грозы. Мы с мамой набрали, там я вам, может, дома покажу, что набрали. В Walmart целую кучу. Маме такие штаны хорошие купили, прелесть просто. И вы знаете, в Walmart, вот кажется, надо было мне выехать уже 20 раз. Ничего не трогается. Вот, бывает. Клинит, водителей тоже клинит. Вот, смотрите, какая туча. Вот, и это. И маме такие штаны хорошие купили в Walmart, и прелесть просто. Вообще сидят великолепно. Высокая талия, знаете, нет вот этого того, что ты как бы на себя их надеваешь, да? И у тебя где-то что-то не оттуда вылазит. Вот, обычно бывает такое. Очень хороший крой, высокая талия, прямые штаны покроены, то есть не в обтяжку, да? Прямая штанина покроена. Знаешь, мы сейчас с тобой в объезд поедем на Антони Гендей, потому что я... Ну, мне в закусочи они понравились очень, потому что они мягенькие такие, удобные. Для работы просто замечательно. Да, для работы. Именно вот для работы мы купили ей. Очень удобно. И они, как всего, 30 долларов. Я вам покажу дома, может, кому захочется, знаете, вот, может, возраст такого, как у мамы. Даже, мне кажется, на меня бы они хорошо смотрелись. Потому что у них крой прямой. Нету вот этой обтяжки. Слушай, можете себе их там потом тоже посмотреть. Надо? Вот. Ой. Что-то не перекрыли-то вообще. Где крылья? Ну, так ремонт же ж, блин. Главное, что часть дороги отремонтировали вот здесь вот. Абах, отремонтировали. А там не отремонтировали. А Алекс говорит, это все, на что у них денег хватило, бюджет. Это все, теперь так будете ездить. Нет, дорога реально классная. Здесь дорога была уже не самая лучшая. Что-то так потемнело резко. Сейчас опять куда-то дождь рванет. И вы знаете, у нас не просто дождь идет. Нас как будто пытаются смыть с лица земли. У нас просто льет такой ливень, что если ты ведешь машину по хайвей, ничего не видно вообще. Люди останавливаются на хайвей. На Еллоу Хэд, я не знаю, рассказывала. Я уже нет, уже не помню. Все, у меня уже провалы. У нас там затопляют. А я, по-моему, говорила. Провалы? Какие провалы? Да, провалы. Давно это у вас что давно? Провалы. Какие провалы? Не о том, что под мостами там есть такие низины. И там людей, короче, на лодках спасают спасатели. Даже так затапливают, что машины плавают в этом месте непосредственно под мостом. И Еллоу Хэд провалилась. Там Синк Холл образовалась. Синк Холл. Ты хочешь поехать здесь? Да, я объеду. Я объеду вокруг. Так можно было бы здесь объехать? О, поздно. Да, мы уже поехали. И там Синк Холл образовалась. Как бы, ну, такая дырка, которая как бы вниз просела. Представляете, промыла, вымыла водой под этой, под дорогой. Блин, блинский. Под дорогой вымыла целую кучу. Не очень погода. Ну, вот будем надеяться, что лето захватит нас все-таки. Три дня будет лето, слышь, три дня лет. Все, хватит. Нате вам опять дождь. У нас даже где-то была реклама, помнишь, такая, где мужик с этим играет, с выключателем, помнишь? Подходит выключатель, уберет выключатель, держит его вниз, говорит, зима, 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 зима. Потом резко включает, говорит, зима, 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 опять выключает, опять включает, говорит, зима, 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 зима. Речь велась о том, что успеете насладиться летом. Этим летом у нас до 30 градусов не доходила температура ни разу, ни разу. Хотя, может быть, температура до 35 градусов летом у нас. У нас может быть очень жаркое лето. Ну вот, они же говорили, что во вторник, по-моему, будет. Вот во вторник будет ваше лето. Вот если вы не взяли день мов, во вторник, субботы, все, можно сказать, все лето проморгали, профукали все лето, можно сказать. Да, ну неизвестно. У нас уже, кстати, на некоторых деревьях, мама, я сейчас не буду говорить, сейчас всех будут в депрессии, желтые листья начинают появляться. И это у нас обычно начинается где-то, ну, в середине августа, а сейчас еще даже конца июля нет, и уже желтые листья появляются. Так ведь деревья-то и вся растительность устали от мокроты. В шоке, да. Я слышала, что они желтеют от того, что они впадают в стресс. Деревья, вот. Только пускай быстро листу не сбрасывают. Ну, я вообще в шоке. Я говорю, ты знаешь, я буду смеяться, говорю, если в конце августа выпадет снег, потому что Канада очень быстро охлаждается. Ну, мы на севере находимся, чушь там. Мы охлаждаемся очень быстро. А учитывая, что температура воздуха летом вот сейчас плюс 18, она не очень высокая, то если осенью наступит этот момент, когда солнца будет очень много, и мы начнем просто быстро охлаждаться, то, что я маме говорила, это может случиться тот же самый вариант, где мы в сентябре видели снег, а в октябре были уже сугробы по колено. И никто... И мы... Ничем помочь не мог. Да, и я помню, что... Значит, это тебе выехать на хайвей. Вот, и мы уже как бы это... Я помню, когда мы приехали, это в первый год случаясь, я помню, мама мне еще сказала, я говорю, мам, гладиолуса надо посадить, помнишь, они в Украине красиво цвели? А ты мне так... Да не сажай ты их, они не успеют цвести. Я говорю, что значит не успеть, что за халтура? Мама, да нет, гладиолуса здесь... Варианты... Где-то не росли. Ну, понимаешь, они росли, но насколько они цвели, это уже вопрос, расти-то они будут, естественно. Вот, и я помню, я их посадила, когда мы только приехали, и... Что я хотела сказать-то? А, и в первый год, вот когда вот в сентябре тогда снег выпал, я помню, мы ехали, ездили в город, потому что мы что-то еще в Майерторпе жили, да? Кстати, надо в Майерторп съездить. И это... И мы вернулись обратно, снег падал мокрый. Я помню, что я свои гладиолусы срезала, и... Вон туда, тут же какая-то непонятная... Здесь уже нормально выглядит небо. И из-под снега просто стряхивала с них снег и заносила как срезанные цветы домой. И это были все мои гладиолусы. И в этом сентябре выпал снег, и в октябре он и пошел, и пошел, и пошел. И, соответственно, мы уже потом, когда был Хэллоуин, когда мы потом пошли с Алешкой на Хэллоуин, мы уже по сугробам ползали. Это, верно, это было? Это было, да. Это в октябре, уже 30 октября были сугробы по колено. И этот снег не сходил, помню, очень долго. Там зима была такая длинная, что... Ну, чем поделаешь. Бывают такие года тоже, наверное, когда держится вот такая погода. Да я впервые такое мокрое лето вижу, но ничего. А глобал ворпинг? Ну вот глобал ворпинг. Так что, мы превращаемся в Ванкувер, что ли? У нас же самый солнечный город. Да. В Канаде. Эдмонтон, это Эдмонтон и Калгари, самые солнечные города в Канаде. Он там самолет, видишь, летит. Сейчас его молнии как терябнет. Я посмотрела просто на интернете видео, как он начинается, торнадо, что оно делает. Это, конечно, да, жесть. Ну, это неприятно, конечно, но... Можешь снять. А видно прям даже, да, вот так вот, видишь. Я не знаю, передаст ли камера внизу. Полосы видны. Иду, схожу во двор. Не выходил уже несколько дней, потому что выйти невозможно. Вот это все небо, оно постоянно гремит. Постоянно вот это... Видите, у меня растения, они не разрастаются. Они не могут, потому что они просто... Вот смотрите, что творится. Слышите? Вот этот грохот в небе постоянно стоит. Вот это вот... Вот это вот постоянно... Не знаю, до что сказать. Видите, они перестали цвести, потому что цвести невозможно и некогда. Здесь вот я купила такие растения еще. Ромашки, они, правда, светлолюбивые. Их нужно посадить. А это любит тень, и это любит тень. Но я их посадить не могу, потому что вечно дождь падает. Видите, все мокрое. И трава вся мокрая. И растет это у меня за неделю. Вымахала такая трава, и я хотя бы выйду, посмотрю. Видите, все... Блин, может, у меня столько комаров летает. Ужас. Смотрите, что с розами у меня. Розы цветут, и очень много роз. Но мне кажется, что на них из-за сырости бросилась мучнистая роса. Напишите, пожалуйста, как с ней бороться. Мне интересно. Я сюда несколько дней не выходила, потому что я не могу выйти. Смородина. Она рванула в рост, и даже потемнела. Но видите, вот прибитое все стоит. Все мокрое, все чавкает. Дерево. Вот так выглядит. Но снизу дерево пустило... Вот там вот внизу пустило новую веточку. Но я как бы не хотела, чтобы оно у меня в вкус превратилось. Но я знаю, что хорошей обрезкой можно вытянуть еще одну верхушку, дать ему как бы этому дереву. Какую-то одну ветку выбрать, да, главное. Если эта верхушка сдохла. Потому что она привитая, кстати, была. Я не знаю, выживет она или нет. Ой, смотрите, нет, он живой. Клематис. Видите, у меня сейчас вот эта вот часть. Вот, видите, там была одна часть, которая, ну, была в этом цветке. Она сдохла. Я думала, что он вообще тоже умер. Но, судя по всему, он выпустил что-то новое. Сюзан. Black-eyed Сюзан. Смотрите, какие грязные листья внизу. И все сырое. Потому что... Ну, это жесть, это жесть. Нужно все прополоть. Потому что у меня уже, по-моему, растения начинают расти, которые уже неопознанные. Они черт не знает откуда растут все сорняки. Это нужно все прополоть. Идите отсюда, короче. Это я с каморами разговариваю. Блин, что делать? Ой, смотрите. Валерия мне отдала вот эти цветочки тоже. Она сказала, что они будут свистеть. Я даже зеленого понятия не имею, что. Но тут они так прижились, видите, вместе с мятой. Нужно все прополоть. А это мои подсолнухи. Я не знаю, по-моему, мы не сами в шоке. Этот. Блин, ну вообще я в шоке. Помидор вообще, по-моему, умирает у меня. Не знаю от чего. От сухости. Он у меня все время сухой стоит. Нет, он мокрый сейчас. Он тут вообще, не знаю, эти ветки, что это у него такое. Это от сырости, наверное, да, вот это творится все. Я не знаю. Все-все-все гниет. Нужно здесь все прополоть. А прополоть невозможно, потому что будешь в грязи копаться. Не знаю. Вот тут какие-то, мне кажется, что это лилии. Вот. И это что-то тоже мне Валерия отдала. Этот, короче, по-моему, он погибает. От сырости, может быть, да? Вот от люпен. Но посмотрим, выживет так выживет, нет так нет. Меня спросили, видите, нужно это все повыдергивать. Нужно все прополоть. Пройти аккуратненько. Меня спросили, какие растения у меня выживут на огороде. Ну, выбираю я при растениях, которые выдерживают минус 40. И которые должны перезимовать зиму. Но вариант того, что они перезимуют... Слушайте, это же какой ветер был, что мои варежки сдуло. Но вариант того, что они перезимуют, неизвестен. Потому что из-за сырости, которая отварится... Короче, их можно выжимать. Они у меня здесь лежали. Вон, все погибает. Растения в шоке вообще. Все в шоке. Траву нужно подстричь на выходные. Какие-то растения, каким-то растениям хорошо, каким-то растениям не очень хорошо. Ну, посмотрим. Дерево вроде перестало дохнуть. Мне кажется, что оно перестало. Вот, оно как-то так активно сбрасывало листья. И тут вдруг оно остановилось. И эти листья стали, видите, как бы более такие какие-то жесткие. Ну, и снизу росточек пошел. Может, не совсем видно. Но вот тут вот есть росточек. Наступать туда я не хочу, потому что грязь. И вокруг меня комаров куча. Роза, конечно, цветет просто отменно. Надо обрезать эти розы цветущие. А мне руки не доходят, ребята. Я, знаете, что, я работаю... Я работаю очень много. Я прихожу домой, мне даже некогда выйти во двор и что-то проверить. Вот сейчас вышла, проверила, сейчас пойду домой. Блин, грибы вон в траве растут. Кому грибочки? Так, сниму, что купили. Ну так, в Волмарте. Я купила себе свою краску для волос любимую. Алёшке купили такие домашние штаны. Вон с фрайз и бургерами и со всем остальным. Очень удобно по дому ходить. Вот такую шторку купили для ванны. Причем она шторок для ванны не умерен. Но нужно же сделать какое-то обновление в доме. А такую простую взяли. Она полупрозрачная. В принципе, мама говорит, можно не вешать даже вторую шторку, которая будет что-то перекрывать. Потому что мы вдвоем только пользуемся этой ванной. Поэтому это не важно. Никто друг другу в ванную не ловится, когда душ принимаем. Поэтому это не важно. По своей сути будет светлее просто в ванную душ принимать. Вот такая вот сакура получилась. Мама купила Невею. Это её любимый крем. Гуталин. А у меня, говорит, дядя работает на гуталиновой фабрике. Вот и шлёт гуталин кому попало. Мама аллергия. А я, кстати, по-моему, ей тоже пользоваться не могу. У меня даже на неё аллергия появилась. Ой, кстати, девчонки, надо мне вам показать крем, который мне посоветовали. У меня развилась такая аллергия на глазах. У меня уже ни эта Невея не помогала, ни моя Невея не помогала. Я вам сейчас покажу крем, который мне посоветовали. Он мне реально всё снял. Реально всё снял. Такие носочки купила. У меня есть кроссовки, которые как совсем низкие. И вот такие носки, конечно, мне очень сильно нужны. Я не люблю вообще без носок носить обувь. Не знаю, почему. Вот такая я вредная. Купила Johnson's Baby для себя. Один лосьон. Очень классно пахнет. Вот этот cut and touch. Уже хочу попробовать пользоваться детскими вещами, потому что мне кажется, что они не содержат всяких разных химикатов. Ну, это не так, чтобы я там сильно за химикаты переживала. Он просто классно пахнет ещё ко всему остальному. Ну, и предназначена для деток. Очень классные запахи такие нежные. Ну, попробую. Купила свои любимые носки а-ля эти, как их, тапки. Потому что я уже говорила, что я... Мама мне говорит, Вика, надень тапки. Да, я никогда, мама, знаешь, я никогда тапки не надену. Я не люблю тапки ходить по дому. Но вот в этих носках просто обожаю. Насчёт штанов, которые купили маме. Это такие как джинсы. Вот называются они Аманда. Вот кому интересно, посмотрите. Продаются они в Омарте. Там есть и голубые, и интересные. Всякие разные цвета есть. Мы выбрали такие классические. Просто бежевые взяли на лето. И обычный классический цвет джинс. Вот такой вот взяли. Они стоят 30 долларов. Ну, 27,98. Очень дёшево. Но, вы знаете, сидят вот на фигуре очень хорошо. Потому что у них высокий пояс и прямо покроенная штанина. То есть не в обтяжку. И вот мне кажется, что... Я говорю, что даже на меня, мне кажется, они бы смотрелись даже очень прилично. Эти штаны. Потому что нету вот этой вот обтяжки, которую все носят. Потому что в определённый возраст ты уже понимаешь, что как бы ты уже эту обтяжку не хотел, уже эта обтяжка просто не получается. Ну, есть такой вариант. Вот, поэтому очень хороший покрой штанов. Посмотрите, кому нужно. И вот такие вот шампунь и бальзам для волос мы купили. Я когда-то покупала и осталась под большим впечатлением от корейских шампуней. Только делала его фирма Эластин. И здесь, в Канаде, её практически достать невозможно. Но это был так называемый перфюм, я уже сказала, вот с духами был кондиционер. И вот когда помоешь волосы, ребята, вы не представляете, насколько долго потом и вкусно, можно сказать, пахнут ваши волосы, когда в кондиционере и в шампуне содержатся духи. И вот я нашла, вы понимаете, мы просто начали ходить по Волмарту. И тут, я говорю, мам, смотри, тут корейская продаётся, там японская продаётся. И я, в общем, пошла по полкам. Я говорю, давай пошаримся, давай посмотрим, что там есть. И вот эти два, это корейские шампуни, там ещё один был розовый шампунь какой-то там. И это именно, видите, написано Perfume Shampoo and Perfume Conditioner. То есть они относятся к тем же самым кондиционерам и шампуням, которые мы раньше, может, покупали. Ну, это, конечно, не Эластин, но это что-то другое. И тут написано, что это всё Made in Korea. Более того, в нашем городе, если вы не знали, открылся H-Mart. Он находится на юге города, может, те, кто там живёт, они знают. H-Mart – это огромный дистрибьютор именно корейского, корейских продуктов питания. И, наверное, там есть тоже вот корейские такие вещи. Я туда ещё не доехала, я хотела поехать съездить туда, может, завтра, может, послезавтра мы с мамой, может, или с Алексеем съездим, посмотрим, что продают непосредственно. Мама шепуршится. Что они непосредственно продают в корейском магазине. Потому что я очень сильно ждала, когда он откроется. Именно из-за корейской косметики, которую можно купить. Ну, вот я вам показывала вот такие вот. Каждая баночка вот эта стоит 8 долларов. И здесь… Сейчас я посмотрю, если я увижу количество. 600 миллилитров. Давайте я сейчас пойду в свою комнату и покажу вам, что мне посоветовали для глаз. Вот какой хороший. Вот у меня спросите, а что с тем бананом? Банановым кремом для глаз. Ну, понимаете, я им прекратила пользоваться, потому что я уже не знала, что создаёт аллергию на глаза. И поэтому я думаю, что могу ещё раз попробовать им пользоваться. Я даже не знаю, что вызвало аллергию. У меня было просто жесть, что творилось. Так, сейчас я пойду наверх, сниму вам тут… Это Ларош Пусей, по-моему, производство. Вот, сейчас пойду, сниму вам. Так, вот мы у меня в комнате. Во-первых, мне дали вот такой пробник. Ну, типа, как подарок на день рождения. Это крем для лица с протеинами вроде. Называется от Drunk Elephant фирма. То есть пьяный слон называется Drunk Elephant. Протеиновый вот такой вот крем мне дали на пробу. Вы знаете, я им очень довольна вот этим кремом. Это, по-моему, тоже корейского производства. Но я им просто говорю, что вот я попробовала на своей коже и очень довольна. Вот этот крем для глаз. Он меня спас. Вот Ларош Пусей. Вот такой вот. И там плохо немножко видно. Ну вот. Он стоит где-то 30 долларов. И у меня была жутчайшая аллергия. Такой контур. Что там написано. Вот. И у меня была жутчайшая. У меня была такая аллергия, что у меня кожа на веках была, знаете, как папиросная. Просто-напросто это был жесть. Я не знаю, что вызвал аллергию. И вот этот крем меня спас. Поэтому я за ним вернусь еще раз. Что касается вот этого бананового крема, я пока перестала им пользоваться. Потому что я не знаю, что конкретно мне создало эту аллергию. Но я думаю, что я им попробую еще раз помазаться. Мне очень нравится. Ладно, все, ребята. Я тогда пойду уже перекушу что-то. Потому что мы целый день мотались. И я еще пока ничего не ела. Уже сейчас 9 часов вечера. И мне, собственно говоря, что-то бы перекусить. А я еще только, да, день отработала. Ну все, пока-пока.